Всем привет, мои дорогие! И с вами я, Светлана Ата. Мы только что пришли из базара. Какая у нас жара сегодня! Жара жарищей! Птички на балконе, но в тени. Так неохота было выходить. Но мой муж сказал, я не пойду без тебя. Сейчас я притащу сумку и сделаю с вами распаковку. Почему? Потому что мне очень понравились сцены. Я хочу поделиться с вами. Минуту. И подниму так нашу сумочку, чтобы не испачкать мою светлую дорожку. Сегодня второй день Пасхи. Мы вчера как провели с мужем Пасху? Ходили по форуму, там кое-что купили. И вот отдыхали. Пришли, так вкусно покушали. Вот что душали. Хотела, то я и покушала. Захотелось мне шаурмы, и я себе приготовила. Мы поели так хорошо за позавтраком. Ленечками там. Вы видели в видео. И нагулялись. Я так обожаю гулять по форуму. Только очень устаю. И вчера вечером, после 12 я уже заснула. Я даже вам видео не открыла. Ничего, вы, надеюсь, меня простите. Ну что, приступаем к обзору наших покупок. Клубника 12 килограмм. Правда, она не такая крупная. Но, что я хочу делать. Хотя мы вчера тоже вечером, вы видели, купили клубнику. Купили клубнику по 30 лир килограмм. Но, мои дорогие, я сейчас вам вот так вот сделаю, чтобы показывать, да, что я купила. Точно? А не то, что... А не меня. Надеюсь, вы слышите это уже меня. Вот смотрите, вот такая клубничка. 12 лир килограмм. Хочу по чуть-чуть в морозилку, чтобы потом луков своих накормить. Так, появился свежий лук стоимостью 20 лир килограмм. Старый 25. И мы взяли с мужем такой свеженький. 10 лир стоит вот это вот. 10 лир. Ой. Я не знаю, кажется, 60 лир стоит все, что связано с зеленью. Значит, петрушка. Что-то говорит непонятно. Так, петрушка. Петрушка. Я вернулась. Петрушка, рокула и терри. Ну, не знаю, как по-русски она. Цицмат по-грузински. Цицмат. Кабачки 10 лир килограмм. Замечательные цены. Замечательные. Помидорчики 13 лир, кажется, килограмм. Пахнут так. Как они пахнут, друзья. Пахнут. Счастьем. Ведь мы должны получать счастье в каждом моменте. Не думать о будущем, что мы когда-то в будущем будем счастливы. А мы должны получать счастье в каждом своем моменте. Даже от этой зеленушки. Понюхать ее так. Боже, какая она. Полна витаминов. Представлять себе. Сейчас некоторые скажут, что это вообще полетело. Думайте, как хотите. Вы меня не остановите. Это мое убеждение. И я так буду жить. Перец купили. Вот перец. Я буду готовить голубцы дома из этих перчиков. Очень красивые. Вот это вот все 160 лир. И два бурака. Яблоки за 12,5. Мы вчера по 15 купили. Но 12,5. Такие яблочки. Значит, что мы еще купили заканчивается сезон апельсин. И они 15 лет килограмм. Есть и по 6, и по 8. Но это самое, что есть. Класс. Красиво и качественно. Бананы. 22 лири. Хотя если 17, то и все. Давно не кушали мы бананы. Боже, какое счастье. Так. Огурцы. Кажется, 17 или 18 лет килограмм. Такие огурчики. И лимоны по 10 лир. Мой муж купил где-то там. Не на базаре. По 10 лир. И вот такой чесночок стоит 10 лир. Мне кажется, очень хороший базар. Просто глаза разбегаются. Душа поет и радуется. Так вот, мои дорогие друзья. Душа поет и радуется от такого базара. Все замечательно, красиво. Мои птички на балконе в тени. Я сегодня отдыхаю. Вот у меня хоть пылесосить надо. Эм, мне пофиг. Помыла посуду. Все, сейчас буду готовить. Кстати, я варю себе. Лапки половину распределила. Ну, такой будет у меня наваристый бульон. Вы же знаете, какой вкусный. Прям хоть делаю холодец, но... Кто будет кушать? Светлана будет кушать. Не хочу. Вот такие вот у нас дела. А что у нас еще интересного? Ничего интересного нету. Пошла я переодеваться и все распаковывать. И в холодильник. А вам желаю прекрасного дня и хорошего настроения. А здесь у нас лето. Вот мои красавицы. Вот мои красавицы. Мавишок. Видите, как смотрит на вас мавишок? Вот такой умный. А сикель такая дуночка, маленькая дуночка. А это такая продвинутая принцесса. А мавишок, он как любит вас. Хорошие детки мои. Маки. Оказалось, это маки. Растут. Поставлю их на солнышку. Так. Как вы думаете. Это, знаете, какие цветочки? Бархатцы. Посмотрим, получится или нет. Когда я была в деревне, мне очень понравились. И я с векрой попросила. Говорю, как взять? Она говорит, сейчас рано. Я все равно, помните, украла у нее. И они все зиму пролежали у меня. Подсохли. Я просто воткнула их в землю. И вот выросло что? Детки уже на улице. Ой, так красиво, так красиво. Так красиво, так красиво. Замечательно все. Пошла я разготовить. Тут у меня вон в нашей волшебной кастрюле варятся, пока еще не шумит. Но все, мои хорошие. Показать вам мое платье. Вот так оно выглядит. Что оно делает? Висит, отвисает, чтобы я могла подрезать низ. Самое сложное в солнце Клеши, это юбка. Потому что ее как надо делать? Мне нужно померить, а кто-то будет, допустим, в длину эту уже смотреть. А я, смотрите, вот не знаю даже, вот так, наверное, как-то приподниму. Вот так приподниму. И сяду здесь и буду резать. Оно мне сейчас отвисает. Да сейчас просто в пасху нельзя ничем заниматься. Посмотрите-ка на мой дизайн. Дизайн Светлана-то. Очень все серьезно. Придумала я вот такие вот. Видите, какие красивые. Вот мне еще не нравится, да. Вот с одной стороны у меня будет рюшка. Здесь было бы очень жирно и некрасиво. Поэтому я решила. А вот мне что-то не нравится. Горловина, как я обработала. Мне кажется, я сейчас ее всю распарю. У меня есть терпение, просто желание. Знаете, что не нравится мне? Потому что я сделала здесь вот такую вот ткань, как это называется. Господи. Вылетела с головы. Но вы меня поняли. А можно сделать вот таким образом. Вот. Но все приходит до конца. Впоследствии, видите. И нормально. Не такая тонкая. И очень хорошо получилось. И здесь также чистенько все, да. Ну, конечно, если бы у меня был оберлок, было бы все по-другому. Я висею. Вот эти вот швы я обработала зажигалкой. И надеюсь, сейчас будет все нормально. Вот, мои хорошие. Вот этот я буду переделывать. Потому что мне не понравилось вот здесь вот, как выкройка. Как легла. А может быть, я была тогда не одета, так мерила, как попала. Но сегодня я точно этим заниматься не буду. А сейчас такая погода. Идет опять волна. Знаете, чего? Волна дел. Зимняя надо прятать, а летняя все распаковывать. Почему? Да потому что уже жара. Не оденешь ты свитера, ничего. Мой муж вообще пайки. Посмотрю, как дела на балконе. Так. Так. Здесь идет активная торговля. Люди зарабатывают копейки. По пять, по десять лишь все продают. Очень много русскоязычных на нашем базаре. Раньше такого не было. Так я поставила сюда мои цветы. Там на балконе соседи. Дочка сидит их. Не хочу пугать их. Они любят сидеть. Смотрите, как я переставила мои цветочки. Решила гвоздички, так как они такие. Умеют длинные концы. И вот так сделать. Здесь у меня так. Мыть надо балкон. Займусь это. Может, завтра, послезавтра. Только подмела все. Ну что у нас? Такого ничего интересного для вас. Так хорошо. Сейчас в это время было пойти на базар. Сейчас на друга он пуст почти. Столько у меня планов. Вчера я была в магазинах таких брендовых. Видела такие. Специально пошла. У меня же есть ткань. И хотела посмотреть тоже, чтобы мне пошить следующее. У меня такие планы. Такие идеи, друзья мои. Такие планы. Идеи у меня классные. Сейчас нужно закончить это платье. И брючный костюм хочу себе пошить такой летний. Ну, брюки и сверху. Вся мыслями в этом. Просто нет физически времени. Я так отключаюсь вечером уже в 12, что сил нету. Эти два дня хоть высыпаюсь. Сегодня в 9 встала. Вчера раньше встала я сегодня 20 минут 7-го. Но снова легла дома. Можно и поспать. Вообще решила отключиться от реальной жизни. И получать удовольствие и наслаждение. Ведь счастье наше заключается не в будущем, а в каждом прошитом дне. Мы должны сегодня жить реальной жизнью. И радоваться любому явлению, любому событию. В своей жизни. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.